Всем привет, вы на канале CryptoCommons и давайте посмотрим на график. Биткоин падает, эфир падает, эфир падает еще сильнее, чем биткоин. И, собственно, очень похоже на капитуляцию, потому что у нас индекс страха и жадности просто ниже некуда. Но вот тут даже канал не получается нисходящий и нормально начертить. Но в целом вот мы идем вниз в таком скорее падающем клине глобальном, который по идее должен по всем признакам пробиваться наверх. По всем законам буллрана, потому что я вам напоминаю, что мы находимся все еще в бычьем тренде. До тех пор, пока у нас с вами повышающиеся пики и повышающиеся минимумы. Вот у нас есть большой пик и второй большой пик и повышающиеся минимумы глобальные. Но также, кстати говоря, смотрите, желтая точка на сайфере. Я не прикалываюсь, ребята, это действительно очень сильный знак. На четырехчасовике тоже, потому что смотрите, как отработали вот эти три желтые точки. Это было абсолютное дно. То есть сейчас мы, возможно, формируем локальное абсолютное дно перед возвращением, перед тем, как вернуться вот в этот канал. Смотрите, какой я нашел канал. Вот, на дневках будет лучше видно. То есть у нас здесь есть не только глобально повышающиеся пики и минимумы, но также у нас есть локально повышающиеся, посмотрите, пики и минимумы. Точнее были до тех пор, пока мы были в этом канале. А сейчас мы выпали из него вниз, но мы так уже делали вот здесь, посмотрите. То есть это, грубо говоря, более усредненный такой честный аптренд. То есть если бы биткоин шел как-то вот так вот, понимаете, то вот. Это, наверное, сетку EMA Ribbon можно так настроить, чтобы она так шла в этом канале. Допустим, если смотреть недельный таймфрейм. Да, вот видите, она почти идет в этом канале. Немного из него выпадает. А на месячном таймфрейме она тупо идет под этим каналом, как ультимативная поддержка, от которой мы отбиваемся, кстати говоря. То есть, посмотрите, есть такой канал аптренда, из которого мы сейчас вывелись вниз. И статистически, опять же, до тех пор, пока статистика на рынке работает, мы в него возвращаемся. Смотрите, то есть мы идем выше, ниже, выше, ниже. И вот тут у нас было сопротивление и поддержка. Тут сопротивление и поддержка. Тут была поддержка. Тут была поддержка пробитая. И сейчас мы ее пробили. То есть мы можем предполагать с вами, что после того, как продавец выдохнется и начнется разворот тренда, мы вернемся в этот канал, например, и продолжим там честно аптрендиться. Вот такое есть наблюдение. Но если взглянуть на эфир, то его колбасит жестче. С одной стороны, он тоже в аптренде. Посмотрите, резкие пампы-дампы. Но мы удерживаем пока эту линию. Мы на критической линии сейчас находимся. С другой же стороны, эфир более перекуплен. Все-таки эфир вырос, я вам напоминаю, с 1 корона-дампа на 5000%. А биток чуть-чуть поменьше. А биток вырос меньше, чем на 2. Вот. Но эфир к биткоину в таком случае, если мы смотрим, то мы видим, что мы сейчас находимся в бамп-н-рант-паттерне потенциальном. Потенциальном бамп-н-рант-паттерне, который пробивается вот так. Я это все уберу. Вот. Мы пробили это нисходящее сопротивление. И сейчас ретестим как поддержку. Если мы его не удержим по эфиру к биткоину, то следующая цель будет вот эта восходящая парабола в районе 6 миллионов 300 тысяч сатоши. И потом все равно мы идем выпиливать all-time high. Судя по тому, что я вижу по графику. Дисклеймер, не финансовый совет. Зеленый манифлоу только начался. Первые дивера. Эфир к битку бычий. Но вот эфир к дэшу, ребята, медвежий. И я об этом говорил. Вот, биткоин прямо сейчас пробивает 39. Ниже 40 тысяч ушел, когда я это записываю. Сейчас вернемся к дэшу. Дэш к эфиру. В принципе, у нас на исторических all-time low-ях, на такой желтой точке, что он выстрелит должен сильнее, чем дэш к биткоину. Понимаете? Дэш к эфиру. Вот, я вам напоминаю, что его среднестатистическая цена многие годы, еще до 2018-го, была 1 к 1. Примерно 1, 2 или пол монеты. То есть они стоили то дороже, то дешевле. Ну, короче, паритет был. Сейчас мы торгуемся гораздо ниже. То есть у нас вот это абсолютное дно как минимум будет взято на ретест, скорее всего, когда дэш к эфиру начнет пампиться. Но маржиналки, по-моему, нельзя его брать. Да и хорошо именно эфир шортить против дэша. Лучше просто на споте эту позицию сейчас делать. То есть разгружать плавный свой эфир в дэш, на мой взгляд, очень грамотная идея. А дэш к доллару локально тоже показал себя лучше за последние дни. Он отбился очень хорошо от вот этого дна. То есть биткоин с эфиром у нас с вами сейчас его пробили, это дно, и пошли ниже. А дэш к доллару пошел наверх. И вот тут весь вопрос, конечно же, устойчивый ли это импульс. Вот мы сейчас от этого сопротивления важного отверглись. Закуда мы откатим, да, и пробьем ли мы его? Потому что если устойчивый импульс, то тут первые цели, сами понимаете, вот это сопротивление в 180, а вообще по-хорошему в 200, с чем-то уже и в 250 долларов. Хотел сказать, Сатоши. Долларов, конечно же. Вот. То есть тут, в принципе, есть ему куда расти, но сходит ли он перед этим вниз или нет, как биткоин. Мне кажется, что сейчас биткоин и эфир – это ложный пробой, и мы отскочим сильно, о чем, собственно, нам свидетельствует дэш. Но может, конечно, произойти всякое. Вот. Но также, кроме таких горизонтальных уровней, вот дэш еще на байбите я рисовал график, дэш к доллару в таком вот накопительном разворотном кривом канале, который я нарисовал, посмотрите, он тут долго ходил, потом пробился выше, потом пробился ниже, и сейчас вернулся на ретест сопротивления и поддержки этого канала. Вот если он в нем закрепится, я думаю, что мы пойдем гораздо выше, можем, по крайней мере, пойти. Поэтому я минимально разгружаю позицию по дэшу, она пока вытягивает просадки по другим позициям, а вот уже не вытягивает, кстати, на проливе. Но если будет совсем коллапс, то мне придется закрыть эту позицию в небольшом профите и перелить часть тезеров, подешевевшей биток и эфир. То есть у меня такой план игры – забирать профиты и докупать дешевые монеты. Я верю в то, что этот рынок еще бычий, и мы пойдем наверх. А по биткоину еще раз хочу сказать, что да, локально мы пробиваем очень важный уровень, глобальный на самом деле. Нет, еще не глобальный. Глобальный будет вот это вот лоу в 30 тысяч, если мы упадем. Пока еще локальный уровень поддержки. То есть мы нарисуем действительно голову и плечи, если пойдем ниже. Я надеюсь, что это будет ложная голова. Но если так, то мы можем спуститься до глобальной поддержки. И я думаю, что тогда, ребята, может всем альткоинам быть хреново. Хотя любой из них может переть против рынка, как вы знаете. И дэш, он показывает это лучше всех в эти дни. Так что дисклеймер, не финансовый совет. Я в этот сценарий не верю. Я жду вот такого прокола и продолжения роста. Напишите, что думаете вы. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Всем профитроли. С вами был Гриня. И я хотел уже прощаться с вами, но потом вспомнил про доминацию биткоина. Вы что, такой момент. Доминация биткоина локально может сейчас показать отскок. Может сейчас показать отскок. И очень вероятно это сделает. И тогда размажет все альткоины к биткоину, скажете вы. Но я вам скажу, нет, не все. Некоторые альткоины могут пампить в разрезы доминации. Тот же дэш, лайткоин, какой-нибудь, зикэш, там этот самый, биткэш. Короче, чем меньше капитализация у монеты, тем она может спокойно вообще пампить вместе с доминацией. То есть она к биткоину будет расти, но на доминации это не скажется. Потому что здесь в учете доминации вот это все, весь вот этот альтсезон, то есть падение доминации BTC, это была всякая Солана, Шиба, Доджи, Аваксы, все, что там, Луна, все, что пампило на 100xов, Матики. Их сейчас начнут дампить, когда мы увидим вот такое, но при этом, я еще раз говорю, тот же дэш может спокойно себе сделать 10xов, и этого даже не будет видно здесь, на графике доминации. Но, тем не менее, если мы сейчас отскакиваем, то будьте осторожны, альткоин трейдеры. Я поэтому на самом деле часть профита забираю, перевожу сейчас именно в биток. Потому что я думаю, что доминация битка покажет хороший отскок перед финальным нырком вниз, если мы увидим супер грандиозный альтсезон, который все еще может быть. Поэтому посмотрим за доминацией биткоина, за этим потенциальным отскоком. Вот, и прямо сейчас, кстати, происходит отскок, когда эту часть дописываю, ребята, все то, о чем я вам говорил. Вот, дэш отскакивает выше, биток тоже отскакивает уже 40500. Ребята, рано радоваться, торгуемся холодной головой. Если вы на фьючах, обязательно просчитайте свой риск менеджмент. Либо стопы, либо у вас короткие, маленьким объемом сделки, либо очень медленный мартингейл без стопов, максимум там во втором-третьем плече в кроссе. Но это все очень аккуратно нужно делать. Заходить надо всегда чуть ниже, чем вы хотите зайти. И вот у нас, кстати, с вами желтая точка на сайфере по доминации. Очень-очень сильный сигнал. Но я думаю, что и дэшик тоже будет тузумунить сейчас с битком. Короче, посмотрим. Ребята, всем профитроли, удачи. Кто не подписался еще на канал, исправьте эту ошибку. И подлите. Ходл побеждает. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok